Лето горячая пора в ЗАГСах. Какие дни можно назвать самыми свадебными? Самые свадебные у нас традиционные дни, когда у нас нет поста. Это у нас, конечно же, июнь месяц, его первая половина. Далее вторая половина июля традиционно, начало августа и сентябрь, октябрь уже, вот эти все месяцы. Конечно же, самый наплыв традиционно приходится на вторую половину июля и августа. Сегодня это практически заявление подано, уже очень много пар записано на этот период времени. Сентябрь у нас любимая традиционная пара для свадеб среди молодоженов. Вот это у нас идет летняя страда. Как известно, любят еще жениться люди на Красную Горку. Вот как у нас в этом году много было подано? В этом году очень удачное время было для Красной Горки. Это у нас был конец апреля. В отличие от предыдущих лет, когда у нас и на майские праздники попадала Красная Горка, в этом году у нас было зарегистрировано порядка 1200 пар. Только за неделю Красной Горки. Это достаточно много. Хорошее такое количество пар. И вообще я должна заметить, что по сравнению с прошлым годом, вот если мы будем сравнивать 4 месяца нашего 2014 года, который сейчас идет, и 4 месяца с января по апрель 2013 года, у нас на 18,5% уже больше зарегистрировано браков по сравнению, чем в прошлый год. Скажите, а вот 8 июля будет отмечаться День Петра Февроньи, День Покровителей Любви, Покровителей Семьи. Как вам кажется, может ли и становится ли этот праздник альтернативой Дню Святого Валентина? Вы знаете, становится. Все-таки надо понимать, что это праздник исконно русский. Это наши христианские покровители семьи и брака. И уже граждане ждут, какие мероприятия будут. И несмотря на то, что 8 июля не всегда приходится на выходные дни, когда традиционно идут свадьбы, тем не менее записываются. И мы всегда открываем 8 июля отделы ЗАГСа для регистрации брака. В этом году тоже не исключение. У нас 7 июля понедельник, 8 июля вторник. Но тем не менее, мы будем рады видеть молодоженов и все желающие смогут зарегистрировать свой брак 8 июля. Будет проходить также много мероприятий. 7 июля у нас уже будет проходить, ставший традиционным в Доме Рукавишникова, в Доме Усадьбы, бал юбиляров, где мы будем честовать юбиляров семейной жизни. У нас будут проходить праздники для молодоженов, наверное, где-то 12-13 числа. Но мы объявим об этом дополнительно. Мы будем проводить Доме Рукавишникова в сочетании праздник с участием представителей епархии нашей. То есть праздничные мероприятия пройдут. А часто ли ЗАГСы открывают свои двери в дни, для них традиционно нерабочие? Мы идем навстречу нашим молодым и открываем свои двери в те праздники, которые в те дни, когда удобно регистрировать брак. Это были у нас моменты и 14 февраля, когда нерабочие. Мы всегда открываем и 8 июля, и на 9 мая открывали. То есть сейчас мы работаем, регистрируем браки на День города. То есть такие дни, когда удобно, 4 ноября, вот прошлый год открывали, может быть, и в этом году тоже будем. Когда много праздничных дней и гражданам удобно, или этот день чем-то знаменателен именно для регистрации брака, мы всегда это делаем. Известно, что будущие молодожены очень любят так называемые красивые даты, красивые числа. Вот в этом году какие числа нравятся женихам и невестам больше всего? В этом году разные числа, но вы знаете, у нас 14-й год, у нас закончились, так скажем, красивые даты, 07-07 или 08-08. В этом году у нас пользуются популярностью числа 14-й, 06-й, 14-й, 14-й, 07-й, 14-й, ну и так далее. Особенно там, где они попадают на пятницу или в субботу. Вот эти дни в этом году у нас популярны. Еще в последнее время будущие молодожены стараются перещеголять друг друга в оригинальности свадьбы. Вот расскажите, пожалуйста, какие необычные, запоминающиеся свадьбы устраивали уже в Нижегородской области? Вот буквально недавно у нас были свадьбы, ну, например, свадьба в испанском стиле. Это когда у невесты очень красивое такое платье с красным, значит, красное отделанное, значит, у нее огромный красный цветок в волосах, жених в стильном очень костюме черном с красной тоже розой, и гости тоже, значит, одеты в костюмы испанского такого стиля. Очень была оригинальная свадьба, ну, то, что вот сейчас помню, говорю, очень была оригинальная свадьба в морском стиле. В стильмяшках? Да, гости были одеты в морской стиль, жених с невестой тоже были одеты в морском стиле, и у невесты букет, значит, ее цветов венчался ракушкой такой морской, тоже было очень красиво смотрелось. Ну, что придумают дальше, не знаю, в этом сезоне. Продолжение следует...